Девушки отдыхают Космическая диета – новый стандарт для продуктов потребления. Сбалансированный рацион с высоким содержанием витаминов и питательных веществ. Наша еда не просто питательная и легко усваивая. Красс, как эта сволочь Петров может передать информацию назад? На предприятие же введен экстренный протокол. Напрямую передать что-либо Петров не сможет. Иначе давно бы уже передал. Поэтому он пытается ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит в нем? Петров где-то в его районе? Полагаю, да. Предатель где-то там. Экстренный протокол заблокировал всякую возможность связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту блокаду невозможно. Тот потребуется целая академия. Например, Академия Последствий. Тогда на что же он надеется? Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с внешним миром, один канал все же экстренному протоколу не подчинет. Засекреченная линия правительственной связи. Совершенно верно. Этот канал используется лично Академиком Сеченом для связи с Кремлем. Доступа к нему более ни у кого не имеется. Мг, ни у кого. Всем привет от Бабы Зины. И что задумал предатель Петрович? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение, выдав себя программными средствами за Академика Сеченом. Вот суть. Сохранение данных. Так, раз. У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Узел же программировали не идиоты. Наверняка там предусмотрена защита. Петров – талантливый инженер-программист. Он не просто так попал на предприятие 3826. Именно Виктор Петров оптимизировал ранее неудивший и крайне неэффективный протокол передачи цифровой информации по схемам. Программист – робот и робот-робот. То есть он лучше всех знает, как именно центральный узел обменивается данными со всеми вокруг? Получается, Петров действительно может обмануть узел? Зачем товарищ Сеченов доверил эти протоколы одному единственному человеку? Потому что это временное слово. Генеально! Просто генеально! Нужно верить своему специалисту, если они лучше мальчат. Я чеплился. Потому что это временное следствие. После запуска коллектива 2.0 цифровые каналы связи станут бесполезны и неактуальны. Все будет передаваться через нейрополимерные волновые колебания. Боичный код канет в лето. И программисты вместе с ним. Кто-то Петров так бесится. Хочет успеть нагадить, пока у него есть такая возможность. В общих чертах так оно и есть. Хотя, полагаю, у Петрова имеются и иные мотивы. К черту мотивы изменника Родины. Сколько у нас есть времени, чтобы ему помешать? Вести в заблуждение центрального узел управления коллективом есть сложнейшие задачи. Чтобы добиться своего, Петрову нужно не только значительное количество времени, но и оборудование связи с узлом. И где оно есть, кроме научного центра? Только там. И на борту летающего комплекса Челомейки. То есть больше нигде? Отлично. Ну все, Петров, отбегался ты с волота Придолинская. Эй, Храс, что изучает центр Сеченова? Радиоволны, товарищ майор. Здесь есть оборудование, которое поможет Петрову вас засечь. Передвигайтесь с осторожностью. Тогда вообще, молча. Продолжение следует... 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 Ты убил его? Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей! Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожила этот маньяк! Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Поддал голос! Залаял! Видишь, он только очнулся и уже угрожает! Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? Две, три тысячи, а? Виктор тут ни при чем! Он лишь вызвал локальный сбой! Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе ни царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове? На ВДНХ? Здесь роботы атакуют всех без разбора, всех кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Виктор! Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения! Конечно, не имеет! Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Как ты мог? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! Нет, не трогай меня! А ты действительно ей ничего не сказал? Абраменчик! Э-э-э, полегче! Тихо, тихо! Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел! Тихо! 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 П-3 вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Нечаев. Я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор? Я уже понял. Не лезь под руку, а! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Сохранение данных.